Если вы посмотрите в Шримад Бхагава там, вы увидите там шлоку, что говорит. Помню строку. Следующие категории, стри, двиджабанду, они не будут слушать шрути мантры. И Брамагатри и Гуру Мухарадж, знак уважения к линии Сарасвати Дакура, он так поступил. Выражая почтение этим словам Бхагаватам, поскольку Брамагатри считается шрути мантрой, поэтому ее не следует давать. И эта мантра нуждается в том, чтобы ее сопровождало ябья или огненное жертвоприношение и надевание упавита. То есть это в знак уважения ведической традиции. Но я бы сказал следующее, поскольку мы скажем, насколько милости в Гуру Мухарадж. Но я бы предложил рассмотреть следующее. Он позволил мне издать свое объяснение Брахмагатри, которое, на самом деле, Гуру Деф склонялся к тому, что лучше не надо. Он говорил Гуру Мухараджу, это так высоко, это так сокровенно. Как бы, зачем? И в конце концов, вы держали это внутри себя так долго, так почему же? И сейчас... И Гуру Мухарадж, по сути, сказал, если не мной, то кто? И если не сейчас, то когда? То есть это была какая-то особая милость, что пришла от Шрилы Гуру Мухараджа. Что он дал это чудеснейшее объяснение Брахмагатри, которое мы издали сперва в книжке «Хранитель преданности», в буклете, а позже в «Субъективной эволюции сознания». И когда вы услышите это, это становится чем-то суперосмысленным. Мы можем сказать, что не услышав этого, мы по приказу Гуру Мухараджа повторяем определенные звуки и биджа-мантры таким образом. И да, мы это делаем и с радостью делаем. Но когда мы читаем или думаем о концепции Шрилы Гуру Мухараджа, его представление Брахмагатри, начиная с того, как это выражено в одной из строк, это его объяснение этого есть доступно для всякого мужчины, женщины, ребенка. Ведь нам говорят, о Брахмасамхите, что звук флейты Кришны вошел в восемь ушных отверстий Брамы, и тогда он произнес. Звук флейты Кришны вошел, и это вышло из Брахмы. Но Гуру Мухарадж объясняет, что это. Систематическим образом. И это достигает кульминации в Радхадаси. Это очень красиво. И это есть, и это доступно для каждого. Но эти формальности, о которых здесь шла речь, это делается в знак почтения к ведической традиции. И я только читал сегодня. Есть очень знаменитый стих в Гару-да-Пуране. И Гуру Махарадж ссылается на это в своем объяснении Гайатри. Как сказал Гуру Махарадж однажды, «Махабарата — это сто тысяч шлок». И Гайатри — это одна строка. То, что было дано в ста тысячах, сжато, сконцентрировано здесь. И что такое Штемат Бхагаватам? Ведь сказано, что подлинный смысл Брахма-сутры, Веданта-сутры, Махабараты, Гайатри-баси-рупа-сиоу, обсказано «Шримад Бхагаватам» — это и есть комментарий к Гайатри-мантре. 18 тысяч шлок Шримад Бхагаватам — это и есть комментарий на Гайатри. И что нам говорят? Гуру Махарадж упоминает об этом примере. «Веда» подобно, говорят, «Веда-мата». Или он говорит, «Гайатри, как извлечь Рададасием из утробы Гайатри?» Ведь в целом нам говорят, что «Веда» подобно «Калпатару». Значит, она — это древо желаний, исполняющее всякие желания, все достижимо этим. И это означает в самом общем смысле материальные желания, духовные желания и все, что между. Удава говорит, «То, на что веды, они лишь указывают в эту сторону этого». И мы слышим, что когда они увидели, какого рода сладость любовных взаимоотношений возможно в раса лили Кришны, то они сказали, «Что же мы натворили?» Мы, как веды, мы лишь указывали в целом в эту сторону, но теперь, когда мы увидели, насколько это прекрасно, нам стыдно от того, что мы дали. Таковы их чувства. Но они получили копи-баву и копи-дэху и смогли участвовать. Но так или иначе, в этом Бхагаватам, что говорит Гурмухарадж в своей шлоке, подытоживающей? И это поразительно, он говорит. Эта книга, это показывает вам, как все, что делает Гурмухарадж, это все взаимосвязано. Есть это связующие нити чинмой, которые связывают все. Помните, с одной стороны та строка, с другой стороны Бхагаватам, это комментарий на Гайатре. И о чем Бхагаватам? Он сказал, хотя ее имя, казалось бы, не упомянуто там, но каждая шлока на каждом шагу предназначена для того, чтобы увести нас в сторону служения ее лотосным стопам. Вот что такое это, с Шримат Бхагаватам. И это древо, древо, исполняющее желание, рождает цветок, и это веданта. И, как мы видим на плодовых деревьях, цветок сменяется плодом. Цветение — это одно, но потом приходит плод. И что это за плод? Палам, значит, плод. Джу-джу-би в ашраме есть такой особого рода вкусный плод. Он есть в Бадари-ка-шраме. И именно там находится ашрам Вьясадевы. Рядом с потоком Сарасвати он находился в Бадари-ка-шраме. И он дал что? Этот плод и это значит Мадура-раса. Это цель пахтания девами и асурами Махини-морти Кшир-сагара океана молока. Они стремились обрести амрита, высшую нектарную субстанцию, не просто бессмертие. Это общее понятие. Даже откровенные асуры хотят быть бессмертными, как Хирани-ка-шипу. И другие, кто подобны Хирани-ка-шипу. Вот почему материалисты хотят всегда хотят найти для себя страховку. Страховой полис. Пытаются как бы в каком-то смысле обмануть смерть. Но это невозможно. Кришна говорит, я рву вашу страховой полис. Нет. Какова высочайшая нектарная субстанция? Высочайшая, полная любви, нектара, субстанция, жуткая сладость. Жуткая сладость.